дамы и господа это вторая часть серий об электрон тех международной выставки технологии и оборудования для производства изделий электронной промышленности площадь экспозиции 18 тысяч квадратных метров два выставочных зала крокус экспо участников 457 компаний из 17 стран мира 180 иностранных экспонентов разнообразная электроника требует постоянного совершенствования технологий и расширения производства оценить все новинки этого быстро меняющегося рынка вам поможет электрон тех на выставке представлена уникальная для россии экспозиция в которую вошли оборудование и материалы для производства электронных устройств и компонентов сборочно-монтажное оборудование оборудование для производства кабельных сборок и жгутов оборудование и материалы для производства микроэлектроники оборудование для производства печатных плат оборудование для тестирования измерений испытаний электронных систем промышленная мебель и спецодежды для производства электроники. Готовое решение для различных применений. Это самая крупная в России международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих. Выставка предоставляет возможность пообщаться. Это клуб электроники. На выставке был представлен прототип сверхлегкого электромотоцикла от пермского политеха «Вазар Дукс». Особенностью этого байка стало использование в качестве батареи суперконденсатора. Мощность мотора составляет 8-12 кВт. Мотоцикл может развивать скорость до 120 км в час и на одном заряде преодолевать 80 км. Рама байка также весит меньше – 26 кг. Начиная с 2004 года, на территорию России было поставлено и успешно эксплуатируется свыше 150 термопласта-автоматов и автономных узлов впрыска оборудования «Бэби Пласт». Добрый день. У нас несколько направлений деятельности. В первую очередь мы поставляем оборудование для производства малогабаритных и точных деталей для приборостроения, электроники, там, где нужны какие-то коннекторы, корпуса. Также мы изготавливаем оснастку, которая необходима для производства данного рода деталей и производим непосредственно сами детали для наших клиентов. Таким образом мы реализуем полный спектр услуг по разработке техпроцесса, по его внедрению и по выпуску готовой продукции. И наше основное преимущество, то, что это небольшой такой станок, он позволяет добиться высокой точности при изготовлении деталей из пластмасс, из всех типов полимерных материалов, включая такие конструкционные пластики, как полиэфирофиргетон, полиэфидиленсульфид и так далее. Холдинг InformTest является российским производителем измерительных и телеметрических систем в открытых международных стандартах. С 1996 года специализируется на разработке, изготовлении, интеграции и обслуживании различного контрольно-измерительного оборудования, систем контроля качества монтажа и систем функционального контроля, включая разработку и поставку программного обеспечения. В продукции InformTest можно построить огромное количество различных систем, потому что все ключевые компоненты серийно производятся в России на собственном производстве. Направлениями деятельности являются модульное оборудование и система контроля электронных устройств, система управления стендовых испытаний, функциональное и параметрическое тестирование, оборудование для контроля параметров ВЧ и СВЧ устройств, тестовая система для испытания СВЧ комплексов различного назначения и тестирование кабельной сети и электромонтажа, телеметрические системы. Технический центр «Виндек», выступая в роли связующего звена между первоисточниками технологических инноваций и российской промышленностью, работает в трех направлениях. Первое. Поставки оборудования для обработки проводов от ведущих производителей. Комакс, Микал, ВДТ, ЗТФ, Кабатек, Телсоник, АГ. Второе. Поставки станков для производства электрических машин мировых брендов. Третье. Собственное производство нестандартного технологического оборудования, которое разрабатывается под задачи клиентов. Таким является оборудование для обработки проводов, оборудование для ультразвуковой сварки, станки для производства электрических машин, уникальное технологическое оборудование и установки перемешивания и дозирования компонентов. Группа компаний «Лазер и аппаратура» разрабатывает и производит промышленное лазерное оборудование с 1998 года. На сегодняшний день в России и за рубежом работает более 700 станков этого производства. Производство расположено в Зеленограде. Специалисты научно-производственного центра «Лазеры и аппаратура» вели широкий круг разработок и постоянно внедряли новые технологии оборудования. Среди них современная система микрообработки на базе фемтосекундных и наносекундных лазеров, система лазерной подгонки резисторов, станки пятикоординатной обработки, первый российский станок для резки и раскроя на линейных двигателях и множество других. В 2010 году НПЦ «Лазеры и аппаратура» вырос в группу профильных предприятий, занимающих на сегодняшний день лидирующие позиции среди отечественных предприятий и производителей специально-технологического оборудования. Компания «Лив» – российский разработчик и производитель сложного технологического оборудования и оснастки. Участник инновационного центра «Сколково» входит в кластер космических технологий. В рамках проекта «Сколково» отвечает за разработку инновационного оборудования в сфере автоматизации, оптимизации и повышения качества работы цехов кабельно-жгутовой промышленности. Направление деятельности компании – машиностроение, производство оборудования для кабельно-жгутовой промышленности, разработка систем виртуальной дополненной реальности, литье пластмасс, изготовление пресс-форм. На стенде компании представлена установка перемотки проводов и машина для свивки проводов. Машина для свивки проводов MPP-1 позволяет изготовить витую пару практически из любого материала на неограниченную длину. Материал не скручивается, а сплетается, что гарантирует отсутствие повреждений на нем, а витая пара остается в сплетенном состоянии неограниченное время. Серия устройств инфракрасных термоусадок ИК-ЛИФ предназначена для усадки трубок на провода и витые пары для изоляции и защиты токоведущих жил. При работе устройства серии ИК-ЛИФ используются инфракрасные излучатели, что позволяет увеличить скорость, надежность и ровность усадки в сравнении с термофенами, а установленная стационарная панель оператора обеспечивает удобство и простоту использования данного оборудования. И уже в зависимости от технических задач, от технических условий, машина будет сама выполнять свою функцию. То есть, если мы работаем с обычным воздушным пеном, мы можем пережечь трубку. Здесь полностью все исключено, потому что машина сама знает, когда остановиться, когда какую температуру подать. И полностью исключает человеческий фактор. Опять же, есть возможность установить компьютерное управление. Соответственно, мы уже один раз задали необходимые режимы, можно создать до тысячи программ. И потом просто из программы выбирать нужную, в зависимости от того, что нам нужно усадить. Здесь, соответственно, оператор тоже нажимает ту же кнопку, подкладывает сюда провод, и машина все делает сама. Полностью исключая возможности ошибки. Вот это вот, в принципе, вот это вот все, оно оптимизирует. Установка перемотки проводов СПП позволяет осуществить намотку, как кабелей проводов, жгутов и стальных тросов с бухты, на катушке с одновременным измерением длины. СМД такси – это недорогой установщик СМД компонентов для мелкосерийного производства. Преимуществами станка являются 1. Качественные и надежные узлы и агрегаты 2. Простота конструкции и ремонта 3. Две камеры и компьютерное зрение 4. Удобная и современная программа 5. Малый вес и габариты, не требующие компрессорного оборудования 6. Минимальный размер компонента 0,4-0,2 То есть точность станка позволяет устанавливать компоненты размером до полумиллиметров 7. Работа с лентами, пеналами, палетами, отрезками ленты, россыпью компонентов 6. Скорость установки компонентов от 1000 до 2000 в час 6. Максимальный размер плат 300 на 595 мм при работе без поддонов 6. На сях X, Y и Z установлены оптические энкодеры 6. Повторяемость позиционирования головки установщика по X и Y составляет 20 микрон за счет применения линейных энкодеров 7. Минимальный и максимально устанавливаемый компонент 1 на 0,5 мм и 20 на 20 мм максимальный 8. Максимальная высота компонента 13 мм 8. Установщик комплектуется цифровым датчиком вакуума, что позволяет контролировать наличие компонента на насадке перед его установкой 9. Аппарат комплектуется двумя камерами 1. Камера поиска реперных знаков и указания центра компонента в питателях и на плате 2. Камера центрирования компонентов Аппарат комплектуется шестью автоматически сменными насадками с диаметром сопел от 0,4 мм до 5 мм На текущий момент цена установщика компонентов в базовой комплектации составляет всего 580 тысяч рублей 6. Мастер wearable масштаба 7. Камера Продолжение следует... 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 Фишер выпускает первую систему для измерения микротвердости, работа которой основана на принципе измерительного индентирования. В отличие от традиционных методик измерения, данное устройство позволяет измерять также дополнительные параметры и проводить анализ свойств тонких слоев и чувствительных компонентов. Фишер М2000 – это автоматизированный инструмент для измерения вдавливания, который идеально подходит для проведения испытаний на прочность при сжатии углеродного волокна с использованием специального плоского индента радиаметром 50 мкм. Фишер Скоп ХМ2000 известен своим высоким разрешением и точностью, который идеально подходит для измерения небольших и хрупких образцов, таких как углеродные волокна. На протяжении 25 лет под торговой маркой «Юниформ» компания производит технологическую одежду для персонала предприятий химико-фармацевтической, электронной, космической, оптической, косметической, пищевой отраслей промышленности, медицинских и лечебно-профилактических учреждений. Компания «Планар» была основана в 1992 году и в настоящее время быстро развивается в области телекоммуникационной и контрольно-измерительной технологии. Компания «Планар» находится в Челябинске. «Планар» производит широкий ассортимент устройств, используемых в следующих отраслях. Первое. Построение сетей кабельного телевидения. К ним относятся головные станции, усилители, оборудование для оптической передачи данных, фильтры и распределители, систему мониторинга и управления мультисервисными сетями. Второе. Проведение контрольно-измерительных испытаний. К ним относятся векторные анализаторы цепей, автоматические калибровочные модули, измерители для эфирного, кабельного и спутникового телевидения. Третье. Беспроводная передача данных. К ним относятся системы сбора и передачи параметров, охранные системы, дистанционная система управления. На любом этапе разработки, производства и приемки изделий с ВЧ-электроники необходимо подтверждать качество продукции. Поверенными может быть только средство измерений утвержденного типа. В декабре 2016 года государственный реестр пополнился векторными анализаторами цепей серии Cobalt, производства компании Planar. Приборы позволяют проводить прецизионные измерения электрических параметров радиотехнических цепей и устройств в широком диапазоне частот. В настоящий момент компания Keysight Technologies представляет самый широкий на рынке спектр контрольно-измерительных решений, в том числе оборудование для радиоизмерения, генератора сигналов, анализатора сигналов, анализатора цепей, осциллографы и приборы общего назначения, мультиметры, генераторы импульсов, системы сбора данных, источники питания и логические анализаторы. Решения для проектирования и моделирования, в том числе решения для автоматизации разработки электронных устройств, решения для тестирования телекоммуникаций. В России приборы Keysight Technologies, ранее производимые под маркой Hewlett Packard, используются уже более 40 лет и по праву считаются наиболее точными и надежными контрольно-измерительным оборудованием на рынке.